В столице продлили дистанционное обучение для школьников ещё на две недели. А в Мытищах сегодня началась вторая четверть. Специалисты 32-й школы и других учебных заведений основательно подготовились к встрече с учениками. В первую очередь разделили входную систему и раздевалки на четыре части, чтобы ребята не пересекались между собой. На входе ученики уже на автомате протягивают руку для того, чтобы дежурный администратор измерил температуру. На случай, если в течение дня у ребёнка обнаруживается симптом ОРВИ, в школе всегда открыт медицинский кабинет. Если ребёнок вдруг почувствовал недомогание, его обязательно отправляют в этот изолятор дожидаться родителей. Всё это время рядом с ним находится медицинская сестра. В этой четверти родители на своё усмотрение могут оставить ребёнка дома. Сегодня процент детей, ушедших на формат свободного посещения, небольшой. Всего 23 человека. Основная часть учеников всё же предпочла очное образование. Дети получают задания прохождения нового материала, домашние задания через школьный портал. И один раз в неделю учителями-предметниками во второй половине дня организована онлайн-консультация для ребят. Для безопасности здоровья на всей территории здания школы нанесены ограничительные линии, висят напоминания о соблюдении социальной дистанции и стоят дезинфицирующие средства. За каждым классом закреплён свой кабинет. Преподаватели различных дисциплин приходят к ребятам только для того, чтобы провести урок. Занятия учителя ведут исключительно в масках. На переменах кабинет обязательно проветривается и обрабатывается рециркулятором. Отдельное расписание составлено для посещения столовой. Каждый класс принимает пищу в определённый час. Все массовые мероприятия в школе отменили или перевели в онлайн-формат. Ольга Падерова, Денис Корнев, Первый мытищинский.